Предприниматель Станислав Фролов в зале суда заметно нервничает. Неудивительно, ведь ему грозит реальный срок лишения свободы. Почти два года Фролов по госконтрактам поставлял в больницы, роддома, школы и детсады сливочное масло, не соответствующее требованиям ГОСТа. То есть по факту спред. В процессе следствия представители следком распространяли информацию о том, что нашли на складе предпринимателя аппараты для переупаковки продуктов. Новые этикетки и продукты, которые хранились не надлежащим образом. К слову, у Фролова есть семья, жена и двое детей. И гипотетически, если они посещали образовательное учреждение, куда их папа поставлял продукты, то вместо сливочного масла в их каше тоже мог попасть спред. Сегодня в зале суда и супруга Фролова, которая считает, что от действия ее мужа никто не пострадал. Я надеюсь, что у нас папа и муж останутся дома, так как все возмещено. Он какой-то злостный нарушитель, да. Никто не пострадал от действий, да. Где-то, может быть, кто-то недосмотрел, да. Но, опять же, товар весь был куплен, на все есть документы, на все есть декларации. То есть, как бы, я считаю, что человек должен остаться на свободе. У гособвинителя другие данные. Своими действиями Фролов нанес ущерб государству на сумму свыше 6 миллионов рублей. Весь ущерб подсудимый уже возместил. И теперь дело рассматривается в особом порядке. Это значит, что подсудимый получит не более 6,5 лет. Это две трети от максимального срока, предусмотренного статьей. Учитывая все обстоятельства, гособвинитель запросил для Фролова даже меньше, чем позволяет статья. На основании изложенного прошу суд признать Фролова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием из правительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. При этом у подсудимого на данный момент арестованы счета и имущество. Арест будет снят после того, как Фролов оплатит штраф. Но это, оговоримся, требование прокурора. К чему приговорит суд Фролова, пока неизвестно. Ясно ли, что если подсудимого отправят за решетку, то в этот срок будет засчитано время, проведенное под стражей и под домашним арестом. Сторона защиты, услышав выступление гособвинителя, попросила суд дать дополнительное время, чтобы основательно подготовиться к своему выступлению. Также стало известно, что Фролов оспорил в арбитражном суде решение Роспотребнадзора о некачественном товаре, который реализовывали фирмы подсудимого. Фролов не отвечает за качество поставленного товара именно на микробиологическом уровне. Это ответственность только производитель. И второе, что у нас немало важно в решениях суда, значит, данные заключения, которые были проведены Роспотребнадзором, они установлены, что отсутствие угрозы для жизни и здоровья граждан. То есть это принципиальный момент. Представители Фролова отметили, что фирмы, с которыми были заключены госконтракты, никогда не поставляли просроченный продукт. Несоответствующий заявленным ГОСТам, да, но всегда свежий. Более того, по словам супруги Фролова, даже когда ее муж перестал заниматься поставками продуктов, в соцучреждения некоторые из его бывших клиентов напрямую заключали договоры с поставщиками на то же самое масло не по ГОСТу. Константин Миронов, Артем Горчаков. Шестой канал.